Здравствуйте, меня зовут Янис, это дисциплина основы теории информации, раздел 3 защиты и передачи информации и в этом видео мы разберем 9 практическую работу сравнения анализ архиваторов. Для начала два поставленных вопроса, сравнить 4 известных программы архиватора и вопрос 2, что такое алгоритм LZMA и чем она отличается от LZMA2. Итак, для начала разберем какие мы знаем архиваторы. Самый, наверное, популярный и известный это у нас архиватор ZIP. Здесь мы видим по умолчанию создать сжатую ZIP-папку Windows, он идет уже установленным. Ранее была программа архиватор WinZip, но можно в принципе сейчас скачать, скажем так, самый простой и незамысловатый. Далее в ход идет архиватор WinRAR. Его я рассматривать не буду по причине того, чтобы его рассмотреть, но необходимо купить лицензию. Можно, конечно, использовать неоплаченную, но нам будет об этом также часто напоминать, как у меня здесь напоминает про неактивированный Windows. Официальный сайт winrar.com. И на этом мы его рассматривать прекращаем. Следующим, третьим уже получается, идет архиватор 7Z. Его официальный сайт 7zip.org. Здесь же мы можем найти ответ на вопрос, что такое LZMA. Вот, пожалуйста, здесь High Compression Ratio, 7Z format with LZMA и LZMA2 Compression. Если в краткости, то LZMA2 и LZMA это, в принципе, одно и то же. Lempel Ziv, здесь единственное добавляется еще Markov алгоритм. И второй алгоритм, он отличается от первого тем, что работает примерно в 16, что ли, раз быстрее. При этом степень сжатия значительно хуже, так что это надо иметь в виду. На этом, в принципе, три архиватора мы рассмотрели. Но необходимо это рассмотреть четыре. В жух, мы уже в Ubuntu. Здесь мы можем видеть открытое окно терминала. Там написана какая-то странная команда. И начинается эта странная команда с трех букв TAR. TAR это архиватор, который использовался еще при записи на магнитные ленты. Сегодня для кого-то это может показаться дикостью. И тем не менее, сама программа работает по сей день. И те, кто работает в Linux, ее прекрасно знают. Собственно, четыре архиватора мы рассмотрели. Из сравнительного анализа могу сказать то, что архиватор 7Z работает как под Windows, так и под Linux. И, насколько я знаю, даже под macOS тоже есть версия. Из четырех архиваторов я бы предположил наилучшим использовать, наверное, все-таки 7Z. Тем не менее, тот же самый TAR можно использовать на разные операционные системы семейства Linux. И опять же, WinRAR, если кому-то позволяет средства, можно воспользоваться, конечно же, им. На этом у меня все. Оставайтесь на канале. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok